Ты можешь мне сейчас рассказать, какая у тебя самая маржинальная услуга, на которой ты больше всего денег зарабатываешь, при этом меньше всего паришься? Есть ли у тебя такая? Меньше всего паришься, в плане меньше я времени уделяю этому? Ну, смотри, я когда короной болел, тоже вот год назад, я, знаешь, такую саморефлексию с собой провел, очень мощную. И я в течение двух недель пытался понять, что я делал последние три года и почему я несчастлив. И я четко осознал, что мое несчастье, первое, с чем связано, это с тем, что я делаю кучу действий, которые приносят маленькие деньги. Знаешь, это как такая мышиная возня получается. При этом я не получаю от этого никакого удовлетворения, то есть мало того, что я денег с этого мало зарабатываю, еще удовлетворения от этого никакого нет. Плюс я никак не саморазвиваюсь, я в этих механических действиях, я не расту как специалист, я не расту как личность, мне это не нравится. И клиенты еще недовольны, то есть полный пиздец, короче, со всех сторон, да. И я себя спрашиваю, Макс, а окей, а как ты хочешь? Просто у меня, ну, сам понимаешь, как бы близость к смерти заставила начать думать про такие мысли высшего порядка, про смерть, про жизнь. Вот, и я начал себя спрашивать, а что ты хочешь, Макс? Я себе ответил, что я хочу передавать знания людям, да, то есть это мое предназначение, да, то есть не потому, что это модно, не потому, что это на хайпе, потому что я всю жизнь этим занимался. То есть это мое предназначение, я учитель, да, там, по, как сказать, по ролевой модели, да, то есть вот вообще восприятие мира и то, как я себя веду. Как я это понял? Ну, я там с бабушкой общался, бабушка мне вот там вот все время говорит, что я был занудой с самого детства, да, всем что-то рассказывал, учил, то есть это мое нутро, то есть это мое естество, да. Вот, дальше я пытаюсь понять, окей, если я учитель, мне нужно передавать знания, а каким образом мне можно это делать более эффективно? С точки зрения количества касаний, которые я могу делать с людьми, чтобы эти касания были эффективными, чтобы это людям нравилось, чтобы мне это нравилось. Я понимаю, что это выступление, это спикерство, это там онлайн какие-то программы, корпоративное обучение, книги писать, да, вот это все, да. Потом я сейчас спрашиваю, окей, а что из этого я уже делал и что у меня получалось? Я понимаю, что из этого всего я делал как раз-таки обучение, консультации, там, стратегии прописывал, там, да, там, эти выступления, конференции. Дальше я сейчас спрашиваю, окей, а нравилось ли это людям? Я понимаю, что да, то есть все, что вот это вот, оно всегда нравилось, оно всегда заходило, ну, единицы были, которые были недовольны, а остальные прям вообще супер класс. То есть мне это получается еще. Дальше я сейчас спрашиваю, Макс, а какого хуя ты 10% времени на это тратишь, а 90% времени тратишь на какую-то ебалу? И тут у меня, знаешь, вот в голове просто щелкнуло, я понимаю, что, блядь, то есть я реально осознанно занимался какой-то херней. То есть я делал какие-то проекты за 30, за 50, за 100 тысяч, там, даже если к нам приходил клиент в маркетинг-агентство, там, давал нам миллионы, этот миллион размазывался по субподрядчикам, в итоге я с этого миллиона зарабатывал 1040. При этом ответственности на целый миллион. Я понимаю, что я не хочу больше этим заниматься, потому что, ну, нахера этим заниматься, если ни я ни с этого не зарабатываю, ни люди недовольны, как бы, да, и вообще полный трэш. Согласен. Да, соответственно, первое, что я делаю, то, что я сейчас тебе даю задание, да, вот, у тебя есть ручка и там листочек? Я сюда записываю. Вот давай договоримся, вот, нужно ручка и листочек, потому что это прямая моторика в мозг идет, вот, и так лучше воспринимается. Тебе кажется, что это какая-то хрень, но я вот с некоторыми психологами работаю и с коучем сейчас, и они все придерживаются этой модели, что нужно обязательно от руки писать. Так, отлично. Можешь себе, смотри, на первом созвоне, ладно, на листочке, но я тебе настоятельно рекомендую, вот, я тоже так делаю, смотри. Да, вот, мне такая тетрадка есть. Вот, я с этой тетрадкой хожу к коучу, к психологам, вот, потому что, ну, все должно быть в одном месте, я бамс открыл, у меня все записи здесь есть, понимаешь? Вот, поэтому купи себе какую-нибудь красивую классную тетрадку, да, назови ее как-нибудь, не знаю, моя новая жизнь, не знаю, там, или 2 миллиона в месяц, да, как хочешь, вот. И, естественно, все это записывай в одну тетрадку. Так вот, значит, первое задание, которое я тебе даю, это называется анализ потоков, каналов потока денег, да. Тебе нужно прописать, как ты зарабатывал деньги любым способом за последние 3 года. То есть вообще любое, все, чем ты занимался за последние 3 года, что тебе приносило деньги. Могут быть как и прямой доход, так и косвенный, например, там, с партнерок, с того, что ты кому-то, кого-то порекомендовал, тебе комиссию дали, там, не знаю, там, что-то продал, коучинг провел, консультацию. Вот вообще все записывай, абсолютно все. Даже если тебе кажется, что это какая-то чушь и херня, все равно это записывай. Понятное задание? В целом понятно. Насколько мы, типа, ну, то есть мы даже если там заработал условно, не знаю, 5 тысяч. Да, 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 абсолютно все. Прописываешь абсолютно все источники дохода, которые у тебя были, разовые, постоянные, неважно. Вот прям листочек берешь и прописываешь. Штук 20-30 должно получиться. Да? Так, дальше что ты делаешь? А подожди, в каком это формате? То есть это как название, название? Ну, действие, какое-то действие ты делал. То есть я провел там обучение по тому-то. Все, заработал столько-то денег, потратил на это столько-то времени, столько-то ресурсов, да, описываешь. Дальше там я свел одного человека с другим, получил комиссию 20 тысяч за это. Дальше там я продал китайских товаров на сумму там полмиллиона рублей, да, там все, бам, записал. Вот прям описываешь каждое действие, получается. То есть, типа, описание действия и сколько заработал, да? Да, то есть ты пишешь, сколько ты заработал и сколько ты вложил, чтобы эти деньги заработать. Времени, энергии и денег. Ну, то есть если ты пишешь, что там я заработал с коучинга там 700 тысяч, окей, а что ты сделал для того, чтобы заработать? Я потратил два месяца, я потратил 300 тысяч на рекламу и на сотрудников, там я потратил еще там чего-то, да, там время, силы, энергии и так далее. Вот это все прописываешь. Понятно задание, да? Сейчас не обязательно делать, просто, ну, чтобы ты просто... Я записываю. Дальше что-то делаешь. Ты с этим списком, значит, берешь и... А... Дальше что-то делаешь. Дальше. Дальше.